Дым лесных пожаров из Сибири дошел до Америки. Ветром его перенесло через Тихий океан. По словам специалистов, это крупнейшие пожары за всю историю Сибири. Масштабы стихийного бедствия хорошо видны из космоса. Горит в Мезальный Восток. Горят почти 20 тысяч гектаров леса. В Красноярском крае, Томской области и республиках Бурятия и Тыва. С каждым днем площади пожаров увеличиваются. На помощь МЧС местным властям и пожарным приходит космический мониторинг. В Москве в научном центре оперативного мониторинга Земли к горячей паре не привыкать. Спутники дистанционного зондирования Земли каждые полчаса сообщают о пожароопасной ситуации на планете. На этих изображениях мы можем посмотреть, насколько усиливаются пожары в течение суток. Для показа мы выбрали изображение, снятое в 8.30, 11 часов и 14 часов. Наверное, видно, как силы пожара увеличиваются со временем. Специалисты научного центра мониторинга анализируют результаты космической фотосъемки, дополняя их пояснительными надписями. Сами же прекрасно разбираются с картой прямо на экране. Точки — это очаги пожаров, характерные конусы — стелящийся дым. Здесь охвачена зона Томской области и Красноярского края. Сейчас мы увеличим эти зоны, чтобы более детально посмотреть, как они выглядят. Сегодня на орбите работают три российских аппарата дистанционного зондирования — «Метеор», «Электро-Л» и «Ресурс-ДК». На стадии летных испытаний недавно запущены спутники «Конопус» и белорусский космический аппарат. Судя по заявкам, и мы в течение всего этого года наблюдаем все-таки дефицит космической информации. То, что новые космические аппараты запустили, и планируется к запуску космический аппарат «Ресурс-П», добавит существенной информации. И мы надеемся, что в основном запросы наших российских потребителей, прежде всего государственных, будут в достаточной мере удовлетворены. Конечно, космический мониторинг потушить пожары не в силах. Однако предупрежден, значит вооружен.